Россия, ШОС и международный терроризм Саммит ШОС, прошедший в Самарканде, не только ознаменовался принятием Ирана в организацию, но и сопровождался регулярными истериками США. В конечном итоге в Вашингтоне заявили, что видят свою стратегическую цель в отстыковке экономик среднеазиатских стран от российской. На старте же саммита Сенат Конгресса США в очередной раз обсуждал перспективы объявления России страной спонсором терроризма. В принципе, согласно разделению труда между органами американской власти, подобное решение должен принимать Газдеп. Но, мы уже не раз становились свидетелями использования американскими ястребами Конгресса с целью законодательного оформления решений, которые не получается продвинуть обычным путем через органы исполнительной власти. Следует отметить, что американская политическая система отличается редкостной эклектичностью. Вторжение в прерогативы соседней ветви власти, либо даже узурпация ее полномочий, не являются для США чем-то необычным. Например, Джордж Буш-младший, мечтавший свергнуть Саддама Хусейна, но не имевший в Конгрессе достаточного количества голосов за войну, объявил, что проводит в Ираке спецоперацию по предотвращению создания местным режимом бактериологического оружия массового поражения. Войну имеет право объявить только Конгресс, но президент не ограничен в проведении военной операции любого масштаба, с самыми решительными целями, если она не называется войной. В свою очередь, демократическое большинство Конгресса регулярно накладывало законодательный запрет на использование президентом Трампом своих конституционных полномочий с тем, чтобы предотвратить коренное изменение им внутренней и внешней политики. Помимо этого существует еще Верховный суд, который на основании вновь открывшихся обстоятельств, а на деле в связи с очередным изменением баланса сил внутри самого суда, может практически неограниченное количество раз пересматривать и переоценивать конституционность одних и тех же актов администрации и Конгресса. В этом году демократы попытались ввести ноу-хау, так как большинство в Верховном суде не поддерживает их идею права на свободный аборт, и нет оснований считать, что в ближайшее время кто-то из судей умрет и можно будет, назначив нового, изменить баланс сил. Радикальные демократы стали продвигать через СМИ мысль, что если судья Верховного суда Ретроград и не идет в ногу со временем, то его мнение, как и мнение всего суда, можно было бы и вовсе не учитывать. Американская администрация и заявляет, что нельзя объявить Россию страной-спонсором терроризма, поскольку это повлечет за собой необратимое повышение ставок в глобальной игре. При полном прекращении контактов между двумя противостоящими группировками государств, американское законодательство требует полной блокады не только самого спонсора терроризма, но и любой страны, которая поддерживает с ним нормальные отношения. В случае с Россией, это значит, что США придется сама блокироваться от двух третей планеты, но у Вашингтона, иная цель, он не хочет отрезать себя от большей части человечества. Он хочет восстановить над этой частью человечества свой полный и всеобъемлющий контроль. Поэтому, на данном этапе, администрация Байдена считает столь радикальный ход, как объявление России спонсором терроризма, преждевременным. Впрочем, все меняется быстро. Так что не исключено, что через пару месяцев администрация уже не будет возражать против данной инициативы. Пока же радикалы пытаются продавить ее через Конгресс, для чего им надо собрать в обеих палатах. Достаточно для преодоления гипотетического президентского вета. Количество голосов. Я думаю, что администрация не будет долго сопротивляться радикалам. Во-первых, накануне до выборов в Конгресс. Демократам нужны громкие победительные инициативы, чтобы привлечь к себе внимание радикально-патриотического электората. Во-вторых, такой подход – разрушение тканей международных отношений. Уничтожение ясных правил игры. Имманентен. Американской политики последних десятилетий. С тех пор, как Россия, а за ней и Китай, начали все увереннее и последовательнее, отстаивать свои интересы. Используя механизмы различных международных организаций, США, приняли концепцию, согласно которой, право на дальнейшее существование, имеют только те международные структуры, в которых США неограниченно доминируют. Там же, где руки Вашингтона короткие, Америка предпочитает разрушать, заменяя силу права, на право силы. Расчет делается на военно-политическое, и финансово-экономическое преимущество Запада. И хоть с каждым днем, это преимущество становится все более эфемерным, США не отказываются от стратегии разрушения системы международного права. В последние месяцы, они добрались уже до ООН. Не выдача виз российским дипломатам, включая делегацию, во главе с министром иностранных дел, приняла хронический характер. Нетрудно догадаться, что рано или поздно, Москва потеряет возможность участия в работе ООН, так как у нее просто не останется дипломатов, аккредитованных в этой организации. Это грубые нарушения обязательств США, как страны принимающие организацию объединенных наций, но, как известно, против лома нет приема. Безусловно, Россия может существовать и вне ООН, и без ООН, а ООН без России ядерной, энергетической и ресурсной сверхдержавы не может. Но, как уже было сказано, не имея сил справиться со всем международным сообществом в целом, США, пытаются до основания разрушить систему международного права, опирающуюся на ООН, и организацию системы ООН, с тем, чтобы иметь в атомизированном мире, дело с каждым государством в отдельности. Предотвратить разрушение системы международного права мы не можем. Она уже инвалидна, и по большей своей части уничтожена или парализована. Но Россия с союзниками, в состоянии начать выстраивать новую систему международного права, к которой по итогам победы России и Китая, в идущей Третьей мировой войне, присоединится остальное человечество, если ему суждено уцелеть. Напомню, что он возникла из первоначального военного блока. Объединенными нациями именовали себя страны антигитлеровской коалиции. На заключительном этапе войны, когда всем стало ясно, что страны Осии проигрывают, объединенные нации заявили о намерении создать организацию. Главной задачей которой будет предотвращение войн, посредничество во имя мира, и борьба с неспровоцированной агрессией. Было заявлено, что вступить в эту организацию при ее создании смогут те государства, которые объявят войну странам Осии. В результате чего, конец 1944-го, начало 1945-го года, стало моментом массового объявления войны Германии и Японии. Сейчас такой же блок складывается вокруг формально не военной, но поощряющей военное сотрудничество своих членов. Шанхайская организация сотрудничества. Эта структура, изначально созданная Россией и Китаем, для борьбы с американским проникновением в Среднюю Азию, и для защиты общих интересов в регионе, на данном этапе, уже выходит за рамки Евразийского континента, постепенно принимая всемирный характер. На случай ликвидации ООН американцами, Россия и Китай уже имеют свою альтернативную структуру со сходными задачами и полномочиями, но избавленную от деструктивного влияния США и их союзников. ШОС привлекательна. Очередь на прием в нее, уже растянулась на годы. Москва и Пекин, на сегодня имеют определяющее влияние, на продвижение этой очереди. Более того, ШОС существует только как совместный российско-китайский проект. Ни Пекин без Москвы, ни Москва без Пекина. Его не вытянут. Порядок и правила игры, нужны всем. Даже США, в будущем. Когда их неспособность доминировать станет очевидной самим американским элитам, понадобится внятная система международного права, избавляющая от неприятных неожиданностей. У России и Китая, есть возможность, такую систему создать гораздо раньше, чем их политические противники смогут противопоставить ей что-либо отдаленно подобное. То есть, Москва и Пекин, могут в ближайшем будущем, подвести под свое финансово-экономическое и военно-политическое доминирование в мире. Юридический базис.